Здравствуйте! В эфире программа «О чем говорят». Понятно, что главная тема дня, и не только сегодняшнего, это послание президента страны Владимира Владимировича Путина к Федеральному собранию. Есть о чем говорить. И сегодня со мной в студии Александр Владимирович Калсанов, доктор медицинских наук, профессор, ректор Самарского государственного медицинского университета. Здравствуйте! Добрый день! Спасибо, что пришли. Павел Александрович Покровский, сопредседатель регионального штаба ОНФ Самарской области, заместитель председателя общественной палаты Самарской области. Здравствуйте! И вам спасибо. И Андрей Евгеньевич Орлов, доктор медицинских наук, главный врач Самарского областного онкологического диспансера. И вам здравствуйте. Все мы вместе с вами прослушали послание президента, и давайте обсудим его точно так же, как обсуждает его сейчас вся страна. Наверное, начнем с того же, с чего начинал и президент, с демографии. Потому что он заявил, что Россия вступила весьма напряженный демографический период. И здесь, что для нас, для всех, наверное, самое главное из речи Владимира Владимировича, это то, что у нас должно быть сделано, и что нам нужно, наверное, как-то исправлять. Ну, получается, что на сегодняшний день действительно мы попали в демографическую яму. Это связано с теми ситуациями, которые сложились десятилетиями назад. И сейчас мы должны из этой ситуации выйти. И самое главное, то, с чего начала свою содержательную часть президент России, это был вопрос демографии. Это значит, что это повестка номер один всей Российской Федерации. И то, что мы увидели четко проанализированную ситуацию по этому, это называется Российский крест, когда кривая рождаемость, кривая смертность, они пересеклись не в том месте, где они должны пересекаться в стране. И как сейчас мы видим, что четко сформулирована задача, каким образом мы из этого выходим. И мы видим, что те предложения, которые на сегодняшний момент существуют, это поощрение второго ребенка. Было высказано предложение по первому ребенку и увеличение по второму. Что эти меры, они действительно действуют. И те меры социальной поддержки для семей с детьми, они тоже на самом деле приводят к тому, что наша социальная сфера, она становится положительной. И наши семьи, они заводят дополнительных ребятишек. И, соответственно, демография улучшается. Мы видим, что четкий был анализ ситуации. Мы видим, что конкретные шаги предприняты. И сейчас Владимир Владимирович сказал, новые шаги, которые, будучи реализованы, приведут к тому, что Российская Федерация из демографической сложной ситуации прошлых лет начнет выходить уже в положительную сторону. Не просто сказать, друзья мои, давайте решать демографическую проблему, а государство будет всячески помогать. В принципе, и до этого были довольно-таки серьезные поддержки, да, оказаны. Но сейчас они, да, Андрей Евгеньевич. На самом деле, вот тот материнский капитал, который впервые был введен, он дал свои результаты и дал свои плоды на том этапе. И сегодняшние действия, которые уже будут предприняты, а мы прекрасно понимаем, что они будут предприняты. Оглядываясь назад, мы понимаем, это тоже будет тот результат. Те показатели, которые озвучены, они могут быть достигнуты. И это реально, это реализуемо. А на тот предложение с третьим ребенком, да, плюс увеличение, и с первым ребенком. С первым ребенком впервые прозвучало. Выплата более 400 тысяч, да, при покупке квартиры, которую государство берет на себя. И там вообще в общей сложности получается больше миллиона рублей. То есть практически, ну, может быть, в Москве нельзя купить. Но если говорить о Самаре, то в Самаре возможно. Возможно, конечно. Это довольно-таки серьезные и большие шаги. И вообще, если продолжать эту тему, там же речь серьезно шла и о низких доходах семей. И низкие доходы семей, это тоже рассматривается. В этом же плане. И самое главное, что здесь вопрос ипотеки, то, о чем вы сейчас сказали. И мы увидели, что вот эти льготные ставки ипотеки, и Владимир Владимирович четко обратился к банкам. Не только с государственной долей, а и к коммерческим банкам. Что, коллеги, вы идите, пожалуйста, навстречу. И прозвучала цифра по Дальнему Востоку, насколько вот мы услышали. Это вопрос о 2% ипотечного кредитования. Это, конечно, крайне серьезный шаг для того, чтобы наши молодые семьи осваивали вот и эти территории, и эти квартиры были востребованы. И еще мне хочется отметить, что в Самарской области все-таки нужно заметить. Вот та позиция по льготам для наших семей с детьми, она Дмитрием Игоревичем Азаровым была четко сформулирована. И у нас комиссия непостоянная по льготам, которая действовала на площадке губернской думы, по его решению губернатора была переведена в статус постоянно действующей. То есть получается, что Самарская область все-таки посмотрела на несколько шагов вперед. Это очень хороший показатель. Радует, на самом деле. Смотрите, не очень много времени, переходим к еще одной теме. Смотрите, обеспечить горячим питанием всех учеников с первого класса по четвертый. Я знаю, что родители ребят, у кого сейчас дети учатся в школах, причем бесплатным питанием, вздохнули с облегчением. Потому что мы знаем, я по опыту знаю, у меня дочка сейчас в шестом классе, но 50% учеников ходит в столовую, а 50% питается бутербродами. И мне на самом деле здесь больше всего понравилось закрыть глаза на социальную составляющую. Вот это, мне кажется, тоже такой правильный ход. Ну, здесь я что хочу сказать. Во-первых, все послание, оно было социально ориентировано. Ну, с моей точки зрения, это, наверное, самый последний такой послание, где четкая социальная ориентация. И не просто тезисы, а каждый... Что делать. Да, наполнен, во-первых, что делать, во-вторых, финансированием. То есть государство говорит, мы знаем проблемы людей, мы идем для их решений, мы выделяем средства здесь, здесь. Обратите внимание, ведь на каждый возрастной период конкретные предложения. Рождение ребенка, ясли, школа, вуз, питание. А переходя к питанию, ну, с одной стороны, это финансовая составляющая, ведь это экономия не могут себе... Действительно, вы сказали, кто-то дома питается, не все могут позволить. А вторая ситуация, здоровый образ жизни, он когда формируется? Не на бутербродах. Конечно, первые четыре класса в школе. Вы же понимаете, что эти детки профилактически, мы сейчас думаем о том, что это будут здоровые поколения. Если горячее, качественное питание, мы сразу решаем кучу проблем. Формирование иммунитета. Это действительно детки, которые спустя несколько лет, они становятся взрослыми, извините, уже здоровье совсем другое. Поэтому это очень важно. Получается такая дорожная карта, я бы сказал. Мне очень нравится этот термин, да, такой современный, но тем не менее. Соглашусь, смотрите, если продолжить тему, да, проблема классных руководителей. Проблема классных руководителей – это классное решение, вот извиняюсь за тавтологию, потому что классный руководитель, если будет мотивирован, а мы прекрасно знаем, у кого дети находятся в наших общеобразовательных учреждениях, то он, очевидно, будет больше себя отдавать, если он не будет больше думать о том, где ему подзаработать, а себя будет отдавать именно в рамках классного руководства. Значит, мы решаем вопрос, проблему ранней профориентации наших ребятишек в Самарской области, всей Российской Федерации. Второе – у нас с детьми будут заниматься по линии дополнительного образования, то есть мы раскроем их таланты. И здесь сразу это подтягивает то, что мы предоставляем возможность нашим детям более широко себя реализовать, реализовать свои таланты. И это идет через конкретную, в том числе, воспитательную функцию, которую на себя берет именно федеральное правительство. Вот эти пять тысяч на классное руководство. Которые с федеральным бюджетом. Сразу говорит, это федеральный бюджет, потому что это относится к системе, по сути, воспитания. Обратите внимание, и при этом у нас сохраняются все региональные выплаты. То есть не получается так, что правая рука взяла, а левая… И синхронизировано все должно быть. Да, да. И я бы здесь сказал еще и о том, что еще и престиж несколько подымается. Классного производителя и воспитателя. Это было озвучено. Потому что мы же на зарплату все равно смотрим. Конечно. Президент подчеркнул именно то, что необходимо вернуть престиж профессии. То, что, к сожалению, проблемы существуют, потери этого престижа. Это вообще вот эти две профессии. Учителя и врачи. А вам это, я понимаю, насколько близко. Ладно, раз про врачей заговорили, смотрите. Владимир Владимирович предложил увеличить число мест в региональных вузах. И в том числе особый акцент, я обратил внимание, он сделал на медицинские специальности. Почему? Ну, больная тема. Да, давайте будем откровенны. Государство и федеральная власть, и региональная власть этому моменту особое внимание уделяют на протяжении последних нескольких лет. Конечно, ситуация сдвинулась. Но вот сказать, что она решена, ну, трудно так сказать. Поэтому это еще один очередной шаг. Обратите внимание, что, конечно, сейчас ответственность будет возлагаться на региональной власти. Когда говорят, вы формируете количество мест, вы просите заявку, вам будут выделяться дополнительные места. Это первый момент. Что говорить про медицинские специальности, первичное звено – это сейчас, конечно, колоссальнейшая проблема. Именно там, а именно оно, впервые с ним встречается человек с болезнью и так далее, и так далее. И, конечно, кадровый голод там колоссальный. В поликлиниках у нас катастрофически. Нас сейчас телезрители смотрят, они с этим сталкиваются ежедневно. Они понимают, как не хватает людей. Поэтому целевой прием, обратите внимание, что лечебный, ведь это ведь не просто тезис был, был конкретный процент сказан. Лечебное дело 70%, педиатрическое 75%, то есть увеличение доли целевиков вот до этого процента. Эта динамика уже была, мы ее видели, каждый год мы видели. Но сейчас совершенно конкретное озвучено. Ординатура почти 100% будет целевики. Это мы о чем говорим? О том, что люди будут возвращаться в первичное звено. Потому что, ну, будем откровенны, и жилье, и какие-то социальные гарантии, выплаты, они, конечно, сделали свое дело, но они проблему не решили. Это конкретный шаг в решении этой проблемы. Поэтому, конечно, это надо приветствовать. И важный вопрос, оснащение, ведь тоже было сказано, оснастить региональные вузы новым оборудованием, на чем обучать? Чтобы мы готовили, конечно, завтрашних немножечко выпускников завтрашнего дня, которые умеют работать, обращаться с техниками. Чтобы региональные вузы могли соответствовать вузам столичным. Конечно. Хотя, мне кажется, наши самарские вузы чуть не хуже. Ну, они, мне кажется, не хуже. Но если говорить о других регионах, я не знаю, но тем не менее это важно. И вот вскользь сказали, я все-таки акцентирую на это внимание, по поводу увеличения мест в вузах. Здесь же речь идет о бюджетных местах. Вы понимаете, в чем дело? А это архиважно для людей, когда мы говорим о бюджетных местах. Именно региональных вузов, что тоже немаловажно. Да, региональных вузов. Это будет свидетельствовать о развитии региона. Значит, регион сможет экономически развиваться, когда будет достаточное количество специалистов высокого уровня подготовки в вузе. И поэтому, если опять-таки мы возвращаемся к врачам, мы четко понимаем, что у нас выделяются целевые места в разрезе региона, а это значит в разрезе каждой медицинской организации. Уже на сегодняшний день в регионе подготовлен паспорт первичных медицинских организаций, когда у Министерства здравоохранения Самарской области есть четкое понимание, и эти данные передаются в университет и в федеральный Минздрав, когда есть четкое понимание, какой специалист в каком ФАПе, в каком офисе врачей общей практики необходим. И те меры, которые будут уже предприняты, они дадут свои плоды. Плюс, на чем остановился президент, это фиксированные повышения окладной части заработной платы. Не только мотивирующие. Когда по педагогам вспомнили, то же самое. Это некий тоже мотивирующий фактор, почему к нам пойдут работать. Потому что оклад, он может быть маленький, и все доплаты. Что здесь доплата? Сегодня ее сняли, и ты на окладе. А когда у тебя оклад в структуре твоей заработной платы будет больше половины, а может быть, еще более, то, извините, это уже гарантия человеку. Он может дать кредит, он может все что угодно. Это социальная гарантия. Чтобы вчерашний студент, закончив медицинский вуз, все-таки пришел работать в поликлинику или в больницу, а не ушел куда-нибудь в полукоммерческую структуру и занимался с медицинским дипломом несколько иными делами. Мы знаем, что это происходит. Ради этого сейчас все и делаем мало совсем времени. Павел Александрович, я знаю, что особое поручение было дано Общероссийскому народному фронту. Вы у нас представляете его в регионе. Давайте буквально в двух словах. Как сопредседатель, курирующий реализацию на территории региона национального проекта здравоохранения, мы этим вопросом занимаемся уже полтора года. Сформирована рабочая группа, и мы принципиально все те вопросы, которые были сегодня озвучены в послании президентам по поводу строительства и надзора за строительством ФАПов на территории муниципальных образований, мы это вели. Эти списки находятся у наших органов исполнительной власти, и мы дальше будем этим заниматься. При условии того, что при строительстве будут возможно вноситься изменения по пожеланиям жителей местных мест, чтобы мы учитывали вот те необычность, те нюансы, которые есть на тех или иных территориях. При условии того, что у нас Самарская область, она действительно развивается, и мы знаем, что наши ФАПы тоже должны развиваться. Не просто контролировать, а контролировать таким образом, чтобы все как можно быстрее и правильнее выполнялось. Самое главное. С учетом индивидуальности. Спасибо вам большое. Там на самом деле можно говорить о многом. Сейчас еще один маленький момент скажу. Что вот ощущение, что было послание, такое, знаете, слово персонифицированное есть. Что до каждого человека, для каждой категории, то есть кто слушал, он понимал, он либо к этой, к этой. И тебе есть конкретный инструмент помощи. То есть государство от тебя помнит, знает и решает твой вопрос. Это очень важно. То есть не в среднем, ведь важно правильно каждому жителю, не сколько кто-то проживет, сколько он проживет, его продолжительность жизни, понимаете, а ему говорят, вот будет вот это, вот это именно для тебя. Это очень важно. Ты начал говорить, что для людей, в первую очередь для людей, таким образом и послание оказалось, для людей. Спасибо вам большое. До свидания. До свидания. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова